Так вот какой у них план на финал этой антикриптовалютной игры. Но на этот раз происходит то, во что в прошлом цикле поверить было сложно и почти невозможно. Криптовалюта и биткоин в частности становятся частью политики, и о ней говорят самые сильные фигуры мира. И не просто говорят, но даже защищают. Например, сенатор США Синтия Ламис говорит, что некоторые антикрипто-сенаторы допустили серьезную ошибку, когда заявили, что Хамас привлек почти 100 миллионов долларов финансирования через криптовалюту. Реальная цифра не превышала 500 тысяч долларов. Также она поделилась интересной инфографикой, которая говорит нам о том, что на долю криптовалюты сегодня приходится менее 1% мировых незаконных финансовых операций. Поэтому биткоин под конец 2023 года становится сильнее во всех смыслах этого слова. И сегодня мы поговорим о выживании на бычьем рынке, а также о том, почему я решил больше не покупать биткоин, если только на рынке не произойдут массивные коррекционные движения. Также я расскажу, почему сейчас я обращаю больше внимания на эфириум. Это видео можно рассматривать как окончательное руководство, которое, как я думаю, поможет каждому из зрителей не только не сбиться с пути, но и в конечном итоге получить наибольшую выгоду из грядущего в будущем потрясающего булрана криптовалюты. Но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Это поможет и мне находить мотивацию, и видеоролику находить продвижение, и людям, которые это видео благодаря этой поддержке увидят. Большое спасибо. Итак, начнем с биткоина. В названии видео я написал, что я больше не покупаю биткоин, и это действительно правда. Время накопления биткоина для меня закончилось, и я могу легко это обосновать. Это график цены биткоина, а также 200-недельная средняя скользящая, и обрати свое внимание, когда цена биткоина касалась этой линии. Это говорило нам о том, что цена находилась в диапазоне около дна. Это было в 2012, это было в 2015, 2018, 2020, хотя этот момент я считаю исключением из правил, так как он был спровоцирован коронавирусной пандемией. И также это было в 2022 и 2023 годах. Из этого можно сделать вывод, идеальное время усиленно накапливать биткоин было как раз тогда, когда цена биткоина была на этой линии. А еще лучше, под ней. Например, вот здесь ты мог накапливать биткоин за 200 долларов, а спустя 2-3 года ты мог продать его за 17-20 тысяч долларов. Вот здесь ты накапливал около 3 тысяч долларов, чтобы спустя 2-3 года продать за 60-69 тысяч долларов. Посмотри, мы были в этом диапазоне накопления с июня 2022 года по октябрь 2023. Именно поэтому я решил больше не покупать биткоин, потому что мы больше не находимся в этом диапазоне накопления. Но я с удовольствием куплю биткоин, если он упадет ниже этой линии. Это 28 523 доллара. И еще с большим удовольствием я куплю его, если он упадет до 15 тысяч долларов. Теперь, когда мы в этом разобрались, давай перейдем к Солане. Ведь она в этом году научила нас многим урокам. Давай разберемся, каким именно. Одной из основных монет, о которых мы говорили последние несколько месяцев, была Солана. Когда мы говорили, например, о том, что инвесторы покупали ее с наценкой 308% тогда, когда рыночный курс был 7,5 долларов. И сегодня я собираюсь поговорить об этой монете прямо сейчас, потому что ее поведение может преподать нам множество уроков. Во-первых, легко говорить на обычном рынке, какая монета вырастет, потому что вырастет практически любая. Я бы с удовольствием похвастался тем, какие мы умные смотрели на Солану тогда, когда она стоила 7,5 долларов. Но нет, все, кто понимает этот рынок и кто говорил о Солане, они знали о размере сообщества, о темпах его развития, о потоках капитала в фондах, инвестирующих в цифровые активы. И самое главное о том, что так много людей ненавидели и презирали эту монету. Прежде всего, пойми, что гении и гуру бычьего рынка вернулись. И не позволяй себе попасть в ловушку, что в других участниках рынка есть что-то особенное, кроме того факта, что у них может быть больше опыта, или что они работают больше, чем ты, чтобы понять этот рынок. Во мне тоже нет ничего особенного, я просто работаю на этом рынке уже 6 лет. И причина, по которой некоторым людям удается постоянно превосходить других на рынке, заключается в том, что они просто видели, как рынок повторяет одно и то же из года в год. И поэтому многие вещи для них становятся очевидными. Рынок движется циклично, и здесь есть более или менее предсказуемые правила движения. И такая криптовалюта, как Солана, подходит под многие из них. Так что урок номер один. Будь сам себе гением. Это не так уж и сложно. И надеюсь, что этот канал поможет тебе в этом. Ты не должен думать так. О, мне нужен этот криптоблогер, который все разжует. Ты должен развиваться самостоятельно, пока не станешь доверять своим собственным выводам гораздо больше, чем другим. Потому что, в конце концов, это твои деньги, которыми ты рискуешь. А я не финансовый консультант, но зато обожаю криптовалюты. Итак, это первое правило. Второе правило для следующего бычьего рынка. Не игнорируй монеты, которые все ненавидят. Потому что ненавидимые всеми монеты обычно растут сильнее всех. И наиболее ненавидимая монета прошлого цикла, кроме XRP, конечно же, была Солана. Многие также возненавидели почему-то руну за все эти месяцы в 2023 году. Да даже биткоин ненавидели все то время, когда он топтался ниже 20 тысяч. И посмотри теперь, Солана 71% роста, руна 93% за 28 дней. Сейчас я вижу много хейта вокруг эфириума. И вот почему он привлекает меня сейчас. Теперь я понимаю, что мне просто не до того, чтобы ненавидеть что-либо. Или держаться подальше от того, что ненавидят все остальные. Лично я хотел бы покупать монеты, которые сильно вырастут. Вот моя цель, а не ненавидеть их. И я заметил, что чем больше ненавидят проект, тем чаще происходит нелогичный взрыв цены. Который еще больше злит людей. И они ненавидят эту монету еще больше после этого. А она растет еще выше. Почему именно так происходит, я не знаю. Я ведь не доктор. Но могу сказать, что хейт монеты пампятся очень сильно. А самая ненавидимая монета, которая на самом деле имеет сумасшедшие фундаментальные показатели. И возможно является самым большим конкурентом эфириума. Это Солана. И я видел множество злых комментариев под видеороликами. В которых я иногда упоминал Солану. Знай, если в комментах на монету льют тонну грязи. Это может быть сигналом, что эта монета вырастет в два раза. В три или даже в четыре. Но давай вернемся к графику Соланы, чтобы поговорить о пункте номер три. Который заключается в том, что ты хочешь покупать тогда, когда проект выглядит мертвым. Солана, например, действительно умерла вот в этот период. Это был крах во время коллапса FTX. Помнишь это время? FTX обанкротилась, все начали хейтить Солану, что ее держит Аламеда, скоро будут массивные распродажи и так далее. Этот момент фактически обозначил дно цены Соланы. Но даже если бы ты не покупал на этом крахе, а купил бы до него, то все равно получил бы 4 икса. И это при том, что рыночная капитализация Соланы 17 миллиардов долларов. Вот такой урок, который ты можешь использовать прямо сейчас. Потому что у Соланы сейчас звездный момент. Но есть множество других альткоинов, которые сейчас выглядят так же, как Солана во время коллапса FTX вот здесь. Но фундаментально эти проекты не мертвы. Поэтому, когда все думают, что этот актив уже мертв и уже никогда не оживет, для меня это сигнал, что цена действительно достигла дна и готова развернуться. Посмотри, например, что говорят про NFT. Многие говорят, что они мертвы, а во всех главных СМИ выходят статьи «НФТ больше никогда не вернутся». Рынок NFT обвалился на 99%. Что ж, на примере Boat Ape Yacht Club. Еще месяц назад средняя цена была 24 эфира, а уже сегодня 30. Я не говорю, что эти NFT будут расти или падать. Я не делаю прогнозов. Речь идет о том, что в начале осени 2023-го все говорили, что с NFT все кончено, что они упадут до нуля. И после этого внезапно произошел разворот. Если ты следишь за криптоблогерами, например, за Бенджамином Коэном, очень толковым аналитиком, которого я предельно уважаю и его контент мне нравится, уже не первый месяц он освещает график эфириума по отношению к биткоину. И в последнее время он говорил, что этот график будет падать. То есть эфир будет падать по отношению к биткоину. И как мы видим, он был абсолютно прав насчет этого. Даже несмотря на то, что эфир растет по отношению к доллару, биткоин к доллару растет гораздо быстрее. Я не удивлен, что на этом фоне появляется огромное количество людей, которые говорят, что эфириум это мертвец. Он больше никогда не оживет. Эфириум это мусор. И он будет падать еще ниже по отношению к биткоину. Сейчас он стоит 0,05 биткоина, а упадет 0,03 биткоина. На основе вот этой модели распределения по Вайкофу. Иными словами, эфириум считается сейчас медвежьим. Ему предстоит падение по отношению к биткоину. Что ж, это вполне себе возможно. Но я просто говорю, что когда настроения имеют тенденцию достигать таких крайностей вокруг монет, которые очевидно не мертвы. И у себя в телеграме я описывал развитие эфириума, на которое мало кто обращает свое внимание. Возможно, это значит, что пора обращать внимание на такие монеты. Опять же, я считаю, что эфириум обязательно должен быть в любом криптовалютном портфеле. Вот о чем тебе нужно знать вкратце. Первое. Ты должен быть сам себе гением бычьего рынка. Не нужно доверять СМИ, каналам, блогерам, воспринимая их как развлечения. В том числе и меня. Второе. Ненавидимые монеты очень легко ненавидеть, потому что наверняка есть какая-то реальная причина их ненавидеть. Но сделай шаг назад, выдохни и попробуй понять, ради чего ты здесь? Ради какой-то идеологической войны со случайными альткоинами? Или для того, чтобы инвестировать в монеты с фундаментальным развитием, которое так или иначе должно привести к росту цены и приумножению твоего капитала? У нас и так хватает ненависти, поэтому я больше заточен на поиск сильных сообществ, которые смогут ее преодолеть и даже получить из нее выгоду. И по-моему, здесь я говорю не только про криптовалютные проекты. Просто такое ощущение есть. Тем не менее, Солана в этом году идеальный пример. И мне кажется, что Эфириум и XRP тоже время покажет. Третье. Покупай тогда, когда все кажется мертвым. Это лучшее время, потому что, вероятно, на обычном рынке гораздо больше шансов получить шикарный рост от монеты, которые начинают этот рост с очень низкой цены, чем с астрономически высокой. Четвертое. Создай несколько портфелей. Основной должен состоять из активов, которые, по твоему мнению, даже в самые плохие времена обязательно отрастут на новом булране. Например, биткоин, эфириум, золото, акции какой-то компании, в которую ты веришь и так далее. Если у тебя есть такой портфель, ты будешь спать спокойно по ночам, а не умирать от каждого движения вниз на медвежке. Ты уверен, что этот портфель вырастет. И поэтому тебя ничего не беспокоит. Второй портфель состоит из активов, которые, как ты думаешь, могут показать просто взрывной рост. Чуть ли не 100, 200, даже 1000 иксов. Это монеты с небольшой рыночной капитализацией. Но одновременно с этим здесь существует невероятно огромный шанс, что эта монета упадет до нуля. Поэтому этот портфель должен быть широко распределен. Например, по 100 долларов в каждую монету. Если таких монет 10, то тебе нужна только одна, которая вырастет в 10 раз, чтобы окупить все твои вложения. На прошлом бычьем рынке такой монеты лично для меня оказался сэндбокс, который я покупал что-то в районе 4 центов. И он принес мне 200 иксов, когда вырос до 8 долларов. При том, что многие другие монеты до сих пор приносят мне лишь одни убытки. Честно говоря, если ты работаешь много и изучаешь много, то 10 иксов на одной монете из 10 в таком портфеле, это будет очень скромный результат. Ты сможешь добиться гораздо большего. И, наконец, пятое, последний урок. Здесь заключается в том, чтобы контролировать свои эмоции. Эмоции – это ключевой момент, когда ты чувствуешь синдром упущенной выгоды. Как сейчас, например, с Соланой. Уверен, многие люди сейчас его чувствуют. О, нет, я пропустил Солану. Может, надо купить прямо сейчас на этом пампе, чтобы успеть заработать хоть что-нибудь? Все, что тебе нужно сделать сегодня – это осознать, что ты слишком взволнован, что ты упустил этот рост и так далее. Если ты способен быть честным самим собой и своими эмоциями, и можешь прямо сейчас просто написать на бумажке «Я чувствую себя опустошенным из-за того, что пропустил рост Соланы», это поможет тебе в будущем, поверь. Это поможет тебе осознать, что погоня за этим пампом – это уже жадность. Это буквально самая убийственная эмоция. И посмотри, какие все жадные. Прямо сейчас. Какой жадный рынок. Это правило работает и наоборот, когда ты чувствуешь максимальный страх, как, например, в июне 2022-го. Покупать очень-очень страшно. Страшно, как никогда раньше. Но покупаешь вот здесь внизу, продаешь вот здесь вверху. Говоря про эмоции. Очевидно, что то, о чем говорит сенатор, на самом деле является самой главной, основополагающей технологией. Не какой-то там новой, только что придуманной, типа ординалов, NFT, DeFi, нет. Самое первое, что мог делать биткоин – это позволить тебе хранить его монеты самостоятельно. И это оригинальная цель и идея всей криптовалюты вообще – вернуть тебе право хранить твои собственные активы. И теперь они явно не хотят, чтобы мы владели своими собственными активами. Это как раз то, чего они боятся. И, конечно же, этот видеоклип показывает, какова реальная цель всей этой антикриптовалютной риторики. Они не хотят, чтобы мы вообще владели чем-либо. Для меня этот самосуверенитет, право собственности, называй как хочешь – это самая главная привилегия криптовалюты. Ведь я хочу чувствовать, что я сам контролирую свою судьбу. Просто сказать, эй, смотри, я владею токенами сети, это прозрачно, это защищено, это доказано. И я могу сам их хранить без необходимости, доверять кому-либо. Когда ты идешь в банк, там такого права у тебя нет. В любом случае, эмоции подобного плана среди некоторых сенаторов США скорее всего будут накаляться. Потому что это первый раз, когда криптовалюты действительно начали воспринимать серьезно, как класс активов. И именно поэтому они получат реальную оппозицию со стороны высшего руководства не только США, но и других стран. А это значит, что будут безумно страшные заголовки в будущем. И, возможно, страшные дни на рынке, когда будут происходить некоторые катастрофы. А если они будут происходить? Будут и эмоции. Эмоции, с которыми тебе придется научиться работать. Записывай свои эмоции в блокнот, пиши, когда и на каком фоне и что ты чувствовал. За годы таких наблюдений ты не поверишь, как изменится твое отношение и к себе, и к своим эмоциям, и к происходящим событиям на рынке. Более того, ты станешь намного более уверенным. О, сегодня я испытываю такой сильный страх, ведь какой-то сенатор хочет запретить криптовалютные кошельки. Когда же я испытывал такой страх в последний раз? А, во время краха FTX. И что же произошло с тех пор? Биткоин вырос на 100%. Запиши также и план действий. И после этого ты превратишься просто в зверя. В хорошем смысле этого слова, независимо от того, в какую сторону пойдет биткоин. В любом случае, такие заявления сенаторов тоже означают, что криптовалюты прошли очень долгий путь. И сегодня это уже не какое-то шоу в интернете, не какая-то шутка техногика в форуме. Это реальная сила. Сила, с которой пришло время считаться. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова